Счастливая и успешная жизнь – мечта каждого. И когда она именно такая, то и в голову не приходит, что может быть иначе. Но внезапная трагедия может в корне изменить все – болезнь, авария, а то и смерть. Никто этого не ожидает, но иногда это происходит. В Европе люди уже давно подумали о том, кто позаботится о них в случае несчастья и откуда взять при такой необходимости деньги. В Украине же закон о страховании, а в частности страховании жизни человека, только начали усовершенствовать в соответствии с европейскими стандартами. Кстати, поддержали такую инициативу не все. Прежде всего депутаты, которые увидели в документе немало недостатков и более десяти раз давали законопроект на доработку. Уже больше года его якобы совершенствуют. И только сейчас законопроект в Верховной Раде поддержали в первом чтении. Законодательное поле в области страхования является чрезвычайно устаревшим, поэтому страховой рынок и потребители страховых услуг ждут обновленный базовый закон уже не один год. Принятие этого документа необходимо с учетом соблюдения соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На этот раз Национальная комиссия финансовых услуг и страховые организации возлагают большие надежды на изменения в законе. Говорят, обновленный закон о страховании необходим, потому что не просто улучшит работу страховых компаний, а даст реальную юридическую защиту страхования жизни людей. Исходя из жалоб потребителей, поступающих в Нацкомфинуслуг, мы видим, что такие требования, которые мы установим, они смогут сделать более прозрачным этот рынок для потребителя. Повысить уровень доверия, и мы надеемся, что это станет еще большим толчком к еще большему развитию этого рынка. И действительно, сейчас многие украинцы крайне редко планируют свое завтра. Эксперты говорят, есть множество причин этому. И основная – это нестабильная финансовая и экономическая ситуация в стране. Впрочем, еще одной не менее важной причиной называют недоверие людей страховым компаниям. Мол, лучше полагаться на самих себя, а не вкладывать в страхование своей жизни деньги, которые в случае чего страховая компания найдет способ, чтобы не вернуть. С одной стороны, этот законопроект имеет цель повысить экономику страны, повысить уровень доверия граждан к страховым компаниям, поскольку он на сегодняшний день достаточно низкий. Так как доходит время до страховой выплаты, страховые компании или ищут множество оснований, чтобы их не выплачивать, или занижают стоимость их страховых выплат, или вообще закрываются и исчезают в неизвестном направлении. И неудивительно, что люди не имеют веры таким компаниям. Система страховых выплат настолько запутанной и имеет множество подводных камней. Доступной может быть только настоящим знатокам юридического дела. А тот, кто в совершенстве не владеет словами закона, рискует быть обманутым. Поэтому эксперты лики страховых организаций Украины уверяют, законопроект должны, наконец, принять, потому что в новой редакции предусмотрены изменения, которые значительно упрощают процесс страхования жизни и делают его значительно прозрачней и понятным людям. Рынок должен быть прозрачным. Рынок должен быть доступным. Почему? Потому что страхование – это услуга. Страхование – это, можно сказать, виртуальная услуга, которая гарантирует. Но никто не знает, как потом состоится это гарантирование. Или через месяц, или через год. Возможно, не будет страхового события, и человек скажет, что заплатил страховой платеж, а со мной ничего не случилось. В Украине люди привыкли платить деньги только за то, что могут мгновенно получить. А вот отдавать собственные средства за то, чего может и не произойти, все же до сих пор не хотят. Даже после обновлений в законе у людей есть сомнения относительно мотивов, как депутатов, которые выдвинули предложение, так и страховщиков, которые, кстати, помогали в разработке документа законопроекта. В сети под положительными отзывами экспертов мы нашли не совсем лестные комментарии людей, на которых, по сути, и рассчитана услуга. Интересно, почему только сейчас обратили внимание на жалобы потребителей? Разве нет жалоб на то, что городской транспорт сходит с рельсов? Разве потребители не обращаются по поводу того, что не имеют бесплатных услуг в медицине? На самом деле, мы все понимаем, что есть приказ, чтобы больше денег с людей вытянуть. Так уничтожают Украину. Но вот в Европе такого очевидного недоверия к страхованию нет. Там это явление уже давно распространено. Первый человек, который застраховал свою жизнь, жил в Англии. И было это еще в начале 17 века. Возможно, именно поэтому сейчас в Великобритании каждый гражданин застрахован. А вот в Украине цифра куда скромнее. Однако, как бы то ни было, статистика свидетельствует, только за прошлый год объем страховых премий по страхованию жизни в Украине превысил полтора миллиарда гривен. То есть, все же, несмотря на недоверие со стороны граждан, несмотря на существование фиктивных страховых компаний, деньги в результате несчастного случая выплачиваются. И порой изрядно помогают людям. Впрочем, страховать свою жизнь или нет, все же выбор каждого. К тому же, это стоит немалых денег. Похоже, что в направлении улучшения страховых гарантий все же есть двиги. Изменения в законе, вероятно, решат некоторые проблемы, которые возникают во время выплат страхования. Но все же эксперты говорят, что и в новом документе полно недостатков, которые еще надо и надо дорабатывать, чтобы, так сказать, платная защита здоровья и жизни людей имела по-настоящему европейский уровень. Есть много недоработок самих законодателей, много непонятных формулировок. Например, в данном законопроекте не определен максимальный размер. У нас он уже называется не страховой взнос, а премия страховщику. Есть ссылки на то, что этот размер премии страховщику будет определяться согласно условиям договора. То есть, на сегодняшний день получается так, что страховые компании могут манипулировать данными фактами, устанавливать завышенные суммы возмещения, а в дальнейшем выплачивать незначительную сумму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова